Всем привет! Меня зовут Светлана и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои водолеи, мы сделаем с вами расклад на август месяц 2018 года. Хотела бы сказать, дорогие мои подписчики, зрители моего канала, а также мои любимые и уважаемые клиенты, не поленитесь, откройте в Яндекс строке натальную карту, забейте натальная карта или загуглите натальная карта, для того, чтобы узнать, какой знак зодиака у вас в Луне и асцендент, потому что, как правило, солнечные знаки мы знаем, а остальные нет. Для чего это нужно? Для того, чтобы вы смотрели у меня на канале не один расклад на месяц, а три расклада по Солнцу, по Луне, а также по асценденту. Итак, мы сейчас с вами, дорогие мои водолеи, начинаем гадать. На август месяц 2018 года нам будут помогать карты Таро Уэйта, классическая колода. Также нам будет помогать колода Круг Жизни. И вопрошать мы будем у колоды Ангелов, что нам делать в этом месяце, искать подсказку. Итак, давайте начнем. Так, посмотрим, что же у нас ждет в августе 2018 года. С правой стороны у нас будут карты говорить за начало месяца, за первые 10 дней. По центру карты нам скажут о второй декаде, вторые 10 дней. И с правой стороны карты скажут о конце месяца, о последних 10 днях. Также с левой стороны карты будут говорить, что, какие проходят отголоски прошлого месяца. Итак, смотрим. Ну что, дорогие мои водолеи, месяц очень интересный у нас начинается с карты влюбленные. Но еще хочу вам заметить, что у вас сейчас в августе будет затмение в вашем седьмом доме. Это дом партнерства. Дом партнерства, о чем это говорится? О том, что вы будете находить новые какие-то связи. У вас будут новые партнерские отношения. И на работе, и также, может быть, и в личной жизни новые партнеры. Потому что старые все старые отношения, они, как правило, по этим затмениям уходят. И жившие из себя отношения. Если вы чувствуете, что ваши отношения изжили себя, отпустите спокойно, со словами благодарности. И тогда новая обязательно войдет в вашу жизнь в течение полугода. Но седьмой дом именно об отношениях. Многие из вас, как раз таки, вот и по картам это говорится. Еще раз посмотрите на эту карту. Найдут новую любовь, будут начала каких-то отношений. А если вы долгое время встречались, здесь два варианта событий. Либо у вас встречи переходят на новый уровень, и вы женитесь или вместе живете. Либо же человек спокойно отходит от вас. То есть пространство его забирает. И Вселенная дает вам что-то новое взамен. Хочу сказать, здесь, конечно, начало месяца идет, вы видите, какая-то привязка к королю. Вы полностью зависимы от короля. Король жезлов. Это огненная стихия. Овен, стрелец или лев. Но также это может проигрываться по асценденту или по лунному знаку. То есть как-то зависимы полностью от мужчины или от женщины. Смотря кто из вас поставил, значит, смотрит это гадание мужчины или женщины. Какая-то сильная привязка. Я не думаю, что это ваш муж или, допустим, жена. Нет. Может быть, это какие-то обязательства. Знаете, может быть, это по работе какие-то обязательства. Или, может быть, обязательства перед родителями или родными, близкими. Но какие-то сильная привязка обязанностей, которые вы не можете бросить и просто так оставить и уйти. Скажу, карта восьмерка. Вы видите, перемещение, вот быстрое что-то летит. Перемещение, передвижение. Возможно, в начале месяца вы поедете в какую-то поездку, путешествие. А может быть, это будет командировка, рабочие моменты. Карта судьбы. Хочу сказать, что первые месяцы будут действительно удачливые и счастливые. Вот по карте влюбленные еще раз показываю. То есть, вам будет фартить во всех сферах жизни. Девятка жезлов. Ну, это успешная, удачная защита. Будете от кого-то защищаться. Может быть, даже по этой карте кого-то заблокируете. Не захотите уже в прошлое отношение возвращать. Также идет, смотрите, король чаш. То есть, у вас, смотрите, как интересно. Молодые девочки, девушки, женщины. Стихия воды. Выпадает у вас, будет партнер. В этом месяце встретите вы мужчину. Это у нас скорпион, раки и рыбы. Но это может быть также проигрываться в асценденте или в лунном знаке. То есть, это не обязательно по солнцу. Но мужчина вот такой вот именно со всеми характеристиками водного знака у вас в этом месяце появится. Что значит водный? Это на первом плане, конечно, эмоциональная сфера. Это радость, счастье. Он будет дарить вам именно вот такие вот, знаете, нежные чувства, прекрасные слова. Может быть, даже стихи вам будет читать. Вот такой мужчина романтический, романтик. Смотрите, на вторую декаду мы смотрим, на вторые 10 дней. Карта отшельника. Пятерка жезлов. Это у нас соревнования. Это вот карта, говорит, обычно у спортсменов, когда люди на соревнования идут. Или вот на честную борьбу, на конкуренцию какую-то. А рыцарь, мечей, девочки молоденькие, это, конечно же, к вам относится. Вы встретите молодого парня, вашего ровесника. Воздух, знак воздуха. Это близнецы водолей или весы. Но также, может быть, в асценденте или в лунном знаке проигрываться. Это прям вот ваш человек будет. Но хочу сказать, что он одинокий. У него никого нет. Карта отшельника рядом с ним. Но тут вот карта, вы понимаете, пятерка. Вы с ним будете постоянно конкуренция какая-то. Доказывать друг другу, кто из вас лучше. Какие-то споры, может быть, дискуссии, дебаты будут. Но такие яркие отношения, я бы сказала. Здесь нет ни ссор, ничего. Ну, вот такие вот взрывные отношения между вами будут. Однозначно. Дальше, давайте смотреть, что вот по финансам, вот по финансам, хочу вам сказать, у вас какая-то тупиковая ситуация. Однозначно. Вам нужна будет рука помощи, помощь. По всей вероятности, что-то вы захотите, может быть, приобрести что-то крупную какую-то, сделать покупку. И вам на что-то не будет хватать средств. Вы будете ждать, что вам кто-то поможет. Вот тупиковая ситуация, когда хочется что-то купить, а на это денег не хватает. Но вы проявите терпение, покажете свой характер, свою силу духа по вот этой карте. Я думаю, должно получиться, потому что сейчас вот эти вот затмения, тем более, что в июле месяце, это шло в вашем первом доме, дорогие мои водолеи. Поэтому по этому затмению у вас все должно получаться. И давайте посмотрим последние 10 дней в августе месяце. Ой, ну хочу сказать, вы понимаете, вы в какой-то такой ситуации, как вы считаете, безвыходной. Вы знаете, такая безвыходная, безысходная ситуация. Но на самом деле это просто будет какой-то период. Вы остановитесь и будете, как сказать, без движения, без продвижения в какую-то сторону. Еще раз возвращаясь к предыдущим картам, вы захотите что-то быстро решить, какие-то вопросы, но у вас очень быстро это не получится. Карта правосудия, вы видите, может быть, это какие-то судебные дела, решение каких-то вопросов и задержка вот в этих вопросах. Может, вы захотите побыстрее спор какой-то разрешить, а он затянется или заседания будут откладывать тоже по этим картам. Далее, ну однозначно, опять-таки, вам и король Пентакли, вы видите, и молодой человек тоже стабильный, со стабильным характером. И посмотрите, какая чудесная карта. Это просто подарок небес, туз Пентакли. Это исполнение желаний, и здоровье, и счастье, радость, и новая любовь, и перспективы. Милые мои мужчины, это гадание не только для женщин, потому что вы часто пишите в комментариях у меня, что это только для женщин. Нет, просто женщин подавляющее большинство, поэтому вот я с позиции женщины рассказываю. Все применяйте к себе эту ситуацию, поэтому в этом месяце, дорогие мои мужчины, у вас также будет очень много женщин, девушек, знакомств и каких-то деловых связей. Далее, смотрите, здесь у нас идет и Паж Жезлов, и Рыцарь Жезлов. Это, опять-таки, карты фигурные. Здесь больше фигурные, я вижу. Когда много фигурных карт, могу сказать, что наверняка вы сидите в интернете, ищите для себя подходящую партию. И я думаю, что обязательно найдете, потому что разнообразие действительно огромнейшее в этом месяце. Давайте посмотрим, что у нас. Ой, какая карта хорошая выпала. Ну, замечательные карты. Так, давайте начнем. Вот эту карту, вы помните, я зарядила ее на благополучие, на неожиданную какую-то просто результат, неожиданная приятность, так вот скажем. То есть вы вот долго-долго чего-то не ждали, и вот оно ниоткуда пришло, просто как манна небесная свалилась вам на голову, вот эта карта. Идет четверка Пентакли, но карта Жадины, это такое впечатление, что у вас деньги на руках, на что-то, на покупку, может быть, квартиры, может быть, дома или земельного участка. Ну, хотя, может быть, даже и кто-то захочет и машину приобрести вот по этой карте, хотя это больше идет по дому или по квартире, или земельному участку. Но машина тоже будет проигрываться в этом месяце. Пятерка Чаш, это потеря каких-то отношений, возможно, вы с кем-то расстанетесь, будете по этому поводу печалиться, но я думаю, не очень долго, потому что в вашу жизнь приходят новые лица. Карта Мага, это однозначно, здесь смотрите, вы проявите свои умения, ловкость, покажете свой ум, покажете, что вы мастер на все руки. Это будет в рабочей сфере, если вы ищете работу, обязательно ее найдете с хорошим окладом. Если вы работаете, скорее всего, по этой карте, это продвижение по службе или же новый статус какой-то, или финансовое благополучие. Пятерка, это Ерофант. У нас, вы видите, вот такие вот ключики соединяются, это слияние двух идей, это подписание договоров, а также, вы видите, две фигуры стоят, и папа их венчает, соединяет. То есть, тоже может проигрываться как из-за мужества и предложения, или, может быть, вы с кем-то познакомитесь, и вот сразу вспыхнет какая-то огромная любовь и что-то вот невероятное, и вы начнете вместе жить. Такое тоже может быть по этим картам. И давайте посмотрим круг жизни. Что нам подскажут эти карты? Рыцарь Чаш, Мир, Восьмерка Пентакли и Тройка. Третий Аркан, Императрица или Хозяйка. Давайте смотреть. Вот эта вот интересная карта, посмотрите, Рыцарь Чаш говорит о том, что вам нужно взаимодействовать с другим человеком. Вы видите, как фигура женщины поливает черепаху, а черепаха, в свою очередь, несет на своем панцире, везет вот эту женщину, эту фигуру человеческую. То есть друг другу они помогают, взаимодействуют. И вот по помощи, я могу сказать по предыдущему раскладу, если раньше вы помогали кому-то, то вам это вернется с Торицей. В этом месяце вам будут помогать однозначно. Карта Мира – это гармония, это красота, это путешествие. Может быть, кто-то из вас соберется путешествовать. Это будет хорошее путешествие. Карта Восьмерка Пентакли. По этому аркану можно увидеть, что мужчина, делая бусы, обращает внимание на женщину. Но таким образом он и ни женщину не получит, и бусы плохо сделает. Это карта Советчик о том, что выберите одно дело и следуйте к намеченной цели, к четко намеченной цели. Эта карта еще может говорить, что за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Поэтому гонитесь за одним зайцем. И завершающая карта у нас, Третий Аркан Императрицы, тоже говорится о том, что если часто смотреть в зеркало, мы видим за зеркалье, то есть другой мир, другую культуру. Но это не всегда оказывается настоящим. Порой мы придумываем себе и смотрим что-то в розовых очках, понимаете? Но эта карта возвращает нас в реальность и говорит почаще смотреть на реальные вещи, чтобы не ошибиться и сделать правильные какие-то действия, поступки. Но по этой карте однозначно вы сделаете правильный выбор и сделаете правильные шаги какие-то в этой жизни. И сейчас мы посмотрим карты Советчиков, это карты Ангелов. Мы будем вопрошать, что они нам подскажут на август 2018 года. Итак, сердечная чакра. Посмотрите, чудесный аркан. И я зачитаю сейчас вам содержание этой карты. Любовь – это сердце всего сущего. Ваше сердце – это настроенный на любовь в центр вашего физического существа. Любите всем сердцем и будьте любимы. Тогда вам будут гарантированы полная защита и лучшее руководство. Вот такая вот замечательная карта вам выпала. Я надеюсь, вам понравился этот расклад. Пишите в комментариях. Обращайтесь за личной помощью в Viber WhatsApp в описании к этому видео. От себя лично я желаю вам здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной неземной любви, ответной любви. И всего самого наилучшего в мире.